Евросоюз дорабатывает пятый пакет санкций против России. Еврочиновники так увлеклись, что рискуют нарваться на очередную волну народного негодования. Антироссийские шаги Запада уже вызвали рекордный рост цен в Евросоюзе. И это прямой путь к снижению уровня жизни, говорит председатель Еврогруппы. И утешительные выводы подтверждают и данные агентства Евростат. В марте уровень инфляции в зоне евро установил абсолютный рекорд 7,5% в годовом исчислении. Сильнее всего последствия антироссийских санкций ощущают рядовые граждане ЕС. Жители Германии, ведущие экономики Союза, жалуются, что некоторые товары уже в дефиците, а цены на продукты выросли почти на треть. Надо же закупать в больших количествах то, что нам нужно. Почему мы не делаем, не знаю. Но там люди дерутся, полки пустые. Я считаю, это непорядок. У нас пенсия 1020 евро. Она быстро заканчивается. Я плачу из них за квартиру 624 евро. И на жизнь ничего не остается. Кризисную ситуацию усугубляет битва на рынке энергоресурсов. Резкий отказ от российского газа навредит Евросоюзу больше, чем самой России. С таким откровенным прогнозом выступил министр финансов Германии. Повышение стоимости энергоносителей бьет по сельскохозяйственному сектору. Немецкие фермеры в ожидании резкого роста цен на топливо и удобрения. В панике ищут альтернативные решения. Тем, кто обрабатывает землю, обязательно нужны минеральные покупные удобрения. Рост цен на топливо это дополнительные постоянные издержки для производства. Соответственно, сразу же за этим будет дорожать наша продукция. Поэтому мы вынуждены заменять все то, к чему привыкли. Вместо покупных удобрений, навоз или компост. Вместо газа, как энергоносителя, солнечные батареи. На кризисный режим работы вынуждены переходить и европейские автопроизводители. Технологии требуют использования природного газа, палладия для катализаторов, никеля для аккумуляторов. Все это сырье импортируется из России. Крупнейшее газохранилище Западной Европы почти опустело. Причиной стал вынужденный уход «Газпрома» из дочерней компании.